МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Почешь ранний урожай? На Смоленскую езжай! Все для дачи и огорода. Смоленское 50. Угол Богомякова и Смоленское. Королевство цветов. Телефон 35 0035. Доброе утро! Всем с вами программа «В этот день» на ЗАП-ТВ. Незаметно подкралась пятница, и не просто пятница, а уже середина марта. Чувствуете, как быстро летит время? Ну, и, конечно, сегодня есть о чем поговорить и что вспомнить. И прежде всего стоит вспомнить о своих правах. Так на 15 марта приходится Всемирный день защиты прав потребителей. В этот день, в 1962 году, президент США Джон Кеннеди, выступая в Конгрессе, впервые провозгласил базовые принципы этих прав. А главные подходы к защите интересов покупателей определила Генеральная ассамблея ООН 9 апреля 1985 года. Кстати, еще в Российской империи в фешенебельных магазинах и ресторанах было принято иметь жалобную книгу для отзыва клиентов. А во времена СССР такая книга стала относиться к документам строгого учета. А кроме соблюдения прав, двигателем прогресса и гуманизма в нашем мире является доброта. Вот и сегодня как раз отмечается День добрых дел. Впервые он был отмечен в 2007 году в Израиле. В мероприятиях приняли участие 7 тысяч человек. Они решили притворить в жизнь идею о том, что каждый может совершать добрые поступки. Данная традиция не оставила равнодушными население других стран. С каждым годом в этой акции принимает участие все больше людей из разных уголков мира. Хотя, разумеется, творить добро надо каждый день, а не согласно календарным датам. А чтобы иметь силы на добрые дела, надо хорошо выспаться. Как раз сегодня в списке дат есть Всемирный День Сна. Она принята по инициативе Международной Ассоциации Медицины Сна. Кстати, знаете ли вы, что идеальным временем для засыпания является промежуток с 21 до 22 часов. Тогда сон будет глубоким и спокойным. А по ночам нам могут сниться самые невероятные события. Например, встреча с инопланетными существами. Это мы к тому, что сегодня отмечается Всемирный День Контакта. Сегодня никого не удивляют рассказы о летающих тарелках и зеленых человечках, которые похищают животных и людей для проведения своих странных опытов. Подавляющее большинство обычных людей в глубине души все же верит в то, что мы во Вселенной не одни. А впервые эта дата была отмечена 15 марта 1953 года по инициативе организации под названием Международное бюро летающих тарелок. А в России продолжается Масленица. Ее пятый день называется Тещины Вечерки. А все потому, что в этот день зятья угощали блинами своих тещ, которых приглашали в гости нарядные посланники. Так что выражение к тещи на блины не всегда было правильным. Вот такая пятница у нас выдалась сегодня. Всем хороших выходных. Встречаемся, как обычно, завтра утром на канале ЗАП-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова